Что, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий и Леонель Месси пробился в плей-офф чемпионата мира. Это главное, наверное, событие на данный момент, потому что, согласитесь, именно Месси, так или иначе, является одной из центральных фигур этого мундиаля. И да, он пока не идеален. Да, он не забил пенальти даже в матче с поляками, но, на мой взгляд, он показал очень качественную игру, как и, в принципе, сборной Аргентины. И вот сейчас, сейчас, Альби Селеста действительно похожа на одного из фаворитов мундиаля. Я много раз на своих стримах говорил, что сборная Аргентины, на мой взгляд, главный претендент на золотые медали. От этих слов я не отказался даже после поражения с саудитами, и сейчас мы видим очередное подтверждение мощи этой сборной. Ну, а касательно поляков, ну, что можно сказать про этих стукачей и про эту кабинетную команду, которая, напомню, прорвалась на чемпионат мира, настучав на сборную России, нажаловавшись, в результате чего матч с Россией стыковой был отменен, после чего поляки, воспользовавшись дополнительными днями отдыха, обыграли своего соперника, который был усталым, и поэтому здесь, ну, я не знаю, мне кажется, у этого дерьма не было никаких шансов априори выиграть этот матч. Единственная надежда была пожаловаться в FIFA на то, что аргентинцы напали на Англию, на английские фалклендские острова. Ну, вот ведь незадача это была давно. Наверное, здесь бы не срослось, не удалось бы добиться дисквалификации аргентинцев. А, по сути, это была единственная надежда вот этой замечательной польской команды. При всем уважении к футболистам. Но то, что творила их федерация, это, на мой взгляд, самый позорный зашквар за последние годы. И я искренне болел против этой говносборной. Уж простите. Так что меня сегодня аргентинцы порадовали. Давайте разберем их заслуженную победу над этим дерьмом. Но сперва. Сперва хочу вам напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, который предлагает вам специальную акцию. Вы можете выиграть 2,5 тысячи рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Всего ничего. Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Вы получите три бесплатные ставки. По каждой можете выиграть 2,5 косых. Ну, а мы переходим к стартовым составам. И здесь аргентинцы, ну, скажем так, особо не меняют свои формации, несмотря на то, что у команды, скажем так, были не самые удачные матчи. В том числе и дебютный матч не самый удачный. Но, тем не менее, некоторые позиции остаются стабильными. Мартинес на воротах. В центре защиты снова Атамензи и Ромеро. Атамензи доверяют, хотя, казалось бы, есть прекрасные другие футболисты очень высокого уровня. Тот же самый Мартинес, но здесь все стабильно. Малино на правой фланге. Игрок Атлетику слева Акунье. А вот дальше, дальше уже пошли достаточно заметные перестановки. Де Пауль в роли Реджисты. Повыше действуют Фернандес и Макалестер. Вот полузащита, наверное, сильнее всего поменялась из всех позиций сборной Аргентины. И, учитывая то, как зажег вот этот доблестный шотландо-аргентинец Макалестер, я думаю, здесь все вполне себе по делу. Очень правильные перестановки от главного тренера, который, не меняя фундамент, решил поменять полузащиту. И это, на мой взгляд, было правильно. Оборона осталась стабильной, а это для него важно. Полузащита видоизменилась и стала играть лучше. В данном случае можно похвалить главного тренера Скалони, которого я и так всегда хвалил, но здесь он показал грамотный антикризисный менеджер. Менеджмент после неудачного матча Саудовской Аравии. Впереди Месси и Демаричи, скажем так, позиции в стартовом составе в принципе не обсуждаются, и Альварес. Игрок, по которому есть вопросы, все-таки он в своей команде в Сити является неосновным нападающим, и поэтому здесь многие могли бы сказать, ну а зачем его ставить? Есть же Мартинес тот же самый, но давайте будем говорить прямо, что и Мартинес не особо впечатляет в сборной Аргентины. Поэтому здесь выход, скажем так, Альвареса тоже был вполне себе уместен, отметьте, что он тоже забил мяч. Поэтому здесь, по-моему, все перестановки, все изменения, которые делал Скалони по ходу турнира, они оказались единственно верными. И это, на самом деле, очень здорово видна тренерская работа. То есть видна работа того человека, которого нет у сборной Польши. Просто польский наставник Мехневич, как я уже и сказал про него несколько раз, даже сразу после его назначения, я это отметил, что это физрук, ну примерно, там, не знаю, масштаба Чаревченко, там, российского или еще кого-нибудь, при всем уважении. Это наставник для середняков, это наставник для команд, ну, таких, знаете, трудовых боевитых. И поэтому то, что ему достался, возможно, самый звездный состав в истории сборной Польши, это какой-то, знаете, особый польский стек. Это какая-то польская комедия. Помните, у них в свое время были хорошие комедии, там, секс-революция, все остальное, амазонки. По-моему, это один и тот же фильм, не суть важна. Короче, поляки, видимо, очень любят юморить и устроили вот такой колхоз из своей суперзвездной сборной. Повторю, единственный шанс у этой сборной побеждать хоть кого-то серьезного, ну, посильнее уровнем, чем Саудовская Аравия, которую они обыграли, единственный соперник, которого они одолели на чемпионате мира, это жаловаться на какие-нибудь политические факторы. Поэтому, да, не повезло. Мальвинская война или война за Фолклэндские острова была давно, поэтому здесь дисквалифицировать аргентинцев не получилось. Ну, да ладно, щенц на наворотах. Глик и Кевер в центре защиты. Кэши, Берешинский на флангах. Криховек, наш второй знакомый, Зелинский, Берлик и Франковский полузащита, ну и впереди Свидерский и Левандовский. В общем, здесь, как я уже сказал, звезд полным-полно. Но показательно, что, я не знаю, там, Пионтек, Шиманский и другие классные футболисты вообще не проходят в состав. Поэтому здесь по подбору игроков вообще никаких вопросов нет. Есть вопросы по игре Михневича. Как бы это сказать помягче? Футбол сборной Польши напоминал понос после польского бигуса, причем такого протухшего польского бигуса. И это касалось как первого матча с мексиканцами, где поляки ни черта вообще не показались таким-то звездным подбором игроков. И это касалось матча с мексиканцами. Кто-нибудь может мне объяснить, на что был расчет сборной Польши? Кроме того, что они влетят аргентинцам не так крупно, как мексиканцы разобьют Саудовскую Аравию. Потому что здесь всем было понятно, что саудиты первый и последний раз у кого-то взяли очки на этом турнире. Команда откровенно слабая. Главный вопрос был в том, сколько забьет Мексика Саудовской Аравии. И главный вопрос поляков был пропустить поменьше от Аргентины. Мне кажется, они с самого начала просто только на это и надеялись. Встали у своих ворот. И, по сути, никакой конструктивной игры от них я не увидел. Играть в такое говно, играя в команде с Зелинским, Левандовским и всеми остальными, это нужно уметь. Это нужно прям специально стараться превращать свою команду в кучу дерьма. Поэтому здесь Михневичу, знаете, можно дать какую-нибудь премию. Ну, Оскар из Фекалии, например. Или еще что-нибудь такое. В общем, уныло было смотреть на эту сборную. И повторяю, с самых первых минут было понятно. Главный вопрос, сколько аргентинцы отгрузят. И вот тут то, что аргентинцы отгрузили недостаточно много, ну, здесь единственный вопрос, единственная претензия – это реализация. Потому что все остальное аргентинцы делали классно. Но с реализацией беда. Месси не забивает пенальти, Макалистер забивает гол, но потом не забивает из стопроцентнейшей ситуации, куча других моментов и так далее. В общем, с реализацией у аргентинцев проблемы. И, будем откровенны, та же самая проблема была, например, с саудитами. В единственном матче, где они потеряли очки. Там они в первом тайме должны были вколачивать мячей пять своему сопернику. Дальше, да, посыпались. Но, понимаете, вот сделали из этого правильные выводы. В матче с поляками тоже недо забили в первом тайме. А потом показали себя в тайме под номером два. Поэтому здесь аргентинцы все-таки делают правильные выводы. И команда, как я уже сказал, развивается, это видно. Очень здорово. Мне понравилось, как играл Месси. Да, я понимаю, что многие будут припоминать нереализованные пенальти. У Ленчика вообще с этим проблем в последнее время. Но как он разводил вот этих польских защитников своим передачами? Как он вскрывал оборону? Как он разгонял атаки? Это было очень круто. Альварес, как я уже сказал, действовал на острие несколько интереснее и несколько эффективнее, чем Мартинес. И, казалось бы, нет у него такого суперзвездного статуса. Но свой игол забил, значит, так скажем, выполнил свою роль, свою функцию на данный момент. Энце Фернандес, кстати, еще один футболист, который с саудитами не играл. С первых минут отдал здесь голевую передачу. У Аргентины заработали фланги. Сразу после перерыва с передачи Молины с бровки был забит первый гол. И, в принципе, Молина плюс Акунья на флангах. Эти парни действительно, что называется, разрывали оборону соперника. И поляки, у которых защита является, наверное, самой слабой позицией, ахиллесовой пятой. Вот здесь, на мой взгляд, именно за счет этого аргентинцы и смогли взломать оборону соперника. Поляки, героически вставшие всей командой у своих ворот, были растянуты. Растянуты за счет действий крайних защитников. Приходилось здесь смещаться, в том числе, хавбеком. Приходилось Зелинский пахать на фланге, чтобы накрыть эту активность аргентинцев. И здесь уже, в более разряженной среде, работал Димария, Месси. Работали по свободным зонам, создавали моменты, забивали. Это было круто. Это была команда с чемпионскими претензиями. Это была действительно очень качественная аргентинская сборная. И эта сборная, как я уже сказал и несколько раз отметил, которая сделала правильные выводы из своих неудач. При этом со скамейки выходили классные футболисты, которые тоже очень здорово входили в игру. То есть было видно, что, знаете, колея такая проложенная, и по ней проходят все новые и новые игроки аргентинской сборной. Единственная проблема, с которой нужно, конечно, работать Альбеса Леста, это реализация. Слишком много всего упущено. И слишком мало получили поляки. С такой говноигрой они должны были пропускать намного, намного больше. Продолжение следует...